И так начнем первый большой экран осени с опоздания получается. Хотя нет, мы-то вовремя, это они раньше начали. Уже с первого сентября во всех кинотеатрах страны комедия о трудностях женского футбола. Не футбол и история амбициозного щенка Дартангава в испанском мультике про мышкетеров с известным всем слоганом «Один за всех и все за одного». Ну а теперь, друзья, пришло время. Первый фильм Marvel Studios о супергерое азиатского происхождения – «Шан-Чи и легенда Десяти колец». Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того, как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец». Тебе не убежать от самого себя. Кто ты такой? Очередной эпизод киновселенной Марвел «Шан-Чи и легенда Десяти колец» произвел хорошее впечатление на западных кинокритиков. Об этом свидетельствует высокий рейтинг фильма, зафиксированный порталом Rotten Tomatoes на основе семи десятков отзывов. Он достиг 92%. Камерный триллер, включающий в себя сразу несколько сюжетных линий, развивающихся параллельно друг к другу. Смертельный капкан, где надо быстро соображать и принимать непростые решения, чтобы остаться в живых. Все это «в западне» с Меган Фокс. Последнее испытание, которому подверг муж свою супругу, было убийство. Точнее, самоубийство. Но даже после гибели этого психопата, вдова не обрела заслуженную свободу. Кованая к телу своего мучителя в загородном доме, она сталкивается с ужасными, заранее спланированными ловушками. Сможет ли Эмма выбраться из этого жуткого места живой, или же покойный супруг затянет ее за собой в ад? Мы тебя не тронем. Покричи для меня. На помощь! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Раскадавщиной. Идеальная пара. Сюжет «В западне» заставляет зрителя задуматься. Где-то я это уже видел. Ведь правда, похожие штрихи можно было видеть не только в недавнем ужастике «Человек-невидимка» про мужа-тирана, но еще и в экранизации Кинга картине «Игра Джералда», где героиня Клары Гуджина оказывается примерно в тех же условиях, что и героиня Меган Фокс. «Чужая земля». В оригинале «Приливы» германо-швейцарская фантастика, где обитель человечества в новом постижении для повторного заселения. Будущее. Земля после глобальной экологической катастрофы полностью покрыта водой. Правящей элите удается колонизировать планету Кеплер-209, но люди больше не могут обзавестись потомством из-за особых условий в новой атмосфере. Трое ученых отправляются на Землю с миссией узнать, возможно ли начать все сначала. Их корабль терпит крушение при посадке на воду. В результате из всех астронавтов выживает лишь одна девушка. Теперь судьба человечества лежит на ее плечах. «У человеческой расы нет желания выжить». «Ради всех». «Ты еще с нами, Блэйк». «Ради всех! Ради 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 всех!» «Нам не нужно было возвращаться сюда». Протеже Роланда Эммериха Тим Фельбаум продолжает фантазировать на тему кончины нашей славной планеты, заходя на этот раз с другой стороны. Если в фильме «Хелл» мы наблюдали выжженную постапокалиптическую пустошь, то на этот раз нашему взору представили Землю на этапе возрождения. В 2019 году ее жизнь разделилась на «до» и «после». В 2020 ее жизнь разделилась на «до» и «после». Продолжение. Не факт, что завершение истории. «После» глава третья. Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на «до» и «после». Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором – согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждет проверка на прочность, тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга. «После» глава третья. А еще фильм, основанный на реальной истории, «Боец без правил» и итальянский криминал «Девятый калибр» с Ксенией Рапопорт. Выбирайте, смотрите, делитесь впечатлениями. В общем, киноманте. Ну и немного новостей. Всех поклонников серии новогодних комедий из серии «Елки» ждет очередное продолжение. Как и ранее, «Елки» будут состоять из нескольких киноновелл, однако в отличие от предыдущих частей, в основе их окажутся вполне реальные события. Съемки пройдут сразу в нескольких российских городах, в том числе в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, ну и других. Постановщиком назначен звезда популярного сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов, снимавшийся также в фильме «Елки 1914», который вышел в 2014 году. Тимур Бекмамбетов будет осуществлять общее художественное руководство. За 8 лет мы создали настоящую традицию ходить в кино на «Елки» на Новый год. После выхода «Елок последних» зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в формате «Елок», так прокомментировал ситуацию Тимур Бекмамбетов. Фильм «Елки 8» будет представлен зрителям 16 декабря 2021 года. Напомню, что в 2018 году вышла лента под названием «Елки последние». И еще кое-что важное и интересное. Уже 3 сентября кинотеатр «Горизонт Cinema and Emotion» покажет фильм, написанный Сергеем Довлатовым. Показ приурочен к 80-летнему юбилею со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Фильм представит и обсудит со зрителями в онлайн-формате режиссер Рома Либеров. Ну вот, в принципе, и все, друзья. Всем хорошего просмотра и увидимся через неделю.